Парад Победы начинается с торжественного выноса флага России и Знамени Победы. В этом году парад масштабный. По площади Минина марширует тысячи военнослужащих и проходит 30 единиц военной техники. Для сравнения, по главной площади страны в Москве прошло всего в три раза больше. По площади Минина проходит гордость отечественной обороны. Это танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-2, ракетно-зенитные комплексы ОСАР, реактивные системы залпового огня ГРАД и впервые в параде участвует система «Ураган». Мы горды тем, что имеем честь выступать сегодня на Дне Победы. Мы горды тем, что именно нам выпала высочайшая обязанность действительно представлять мощь вооруженных сил. За шествием парадных расчетов наблюдают более 10 тысяч нижегородцев. На центральной трибуне вместе с ветеранами руководители региона и города. Их поколение такое, что когда они уходят, мы чувствуем себя сиротами. И я хотел бы всем нашим ветеранам пожелать долгих лет жизни. Всем, чтобы они передавали нашим детям, нашим внукам, правнукам вот их идеологию. Самое воспоминание у меня – это подарить гвоздички, подбежать и подарить гвоздички проходящим ветеранам. Степенным, статным, в медалях. Вот это вот воспоминание у меня осталось на всю мою жизнь. Каждым днем у нас те события Великой Отечественной войны удаляются. Но наша задача – сделать все, чтобы память о них не ушла ни у нас, ни у наших потомков. Вся площадь утопает в цветах. То, что День Победы – великий праздник, понимают даже самые маленькие зрители парада. Сегодня ветеранам подают цветов пять. Я очень сильно ему благодарен. Он сделал нам будущее. Уже после парада – возложение цветов к Вечному огню. После чего глава региона по традиции благодарит старших парадных расчетов. Именными подарками Валерий Шанцев награждает продолжателей дела маршала Советского Союза Георгия Жукова, который 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве принял первый парад Победы. Анастасия Рябова, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ.